Здравствуйте! Чем заменить посещение библиотек, театров и кинозалов? В связи с тем, что наша реальность диктует новые условия, меняются и возможности использования привычных нам форм получения информации, отдыха и других различных массовых занятий. Что предлагают библиотеки в формате онлайн? В каких проектах и конкурсах можно поучаствовать, не выходя из дома? Об этом поговорим и в нашей студии методист первой категории Самарской информационно-библиотечной системы Инна Емщикова. Инна, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, что же меняется в библиотеках, как они перестраиваются теперь и что нужно знать посетителям, о чем помнить, прежде чем принять решение идти в библиотеку? Вы знаете, мы, наверное, своего рода счастливчики, потому что мы онлайн-трансляции, онлайн вообще формат начали задолго до всей этой пандемии, коронавируса и так далее, до всей этой ситуации. Мы начали прямую трансляцию лекции с мастерской Валерия Бондаренко, которая называется «Серебряный век. Поиск утраченной целостности». И начали их в сентябре или октябре 2018 года, то есть с самых первых его лекций, как эта мастерская начала у нас работать в библиотеке. Поэтому и достаточно хороший архив, соответственно, создан. И этот опыт, эта практика показала, что очень интересный сам формат подачи. Дело в том, что это уникальная возможность захватить и как бы выйти из рамок не только Самары, там, Самарской области, России, но и перейти в мир. Его смотрят в Америке, его смотрят в Англии, его смотрят в различных странах и охватывает очень большое количество подписчиков. Но если мы говорим о современных тенденциях, то, соответственно, это расширение цикла и спектра всех мастерских, всех наших проектов. И сейчас главные наши проекты – это лид-механика Леонида Немцева, общество, рильки. Они все выходят в онлайн-формат, в онлайн-трансляцию. Давайте все-таки вернемся к Валерию Бондаренко и послушаем один из анонсов его беседы, которые он предлагает, и информации. И потом продолжим разговор. С удовольствием. Вы знаете, раньше мне казалось, что… Все знают, кто такой Евгений Шварц, потому что мне казалось, что все люди в нашей стране видели «Обыкновенное чудо» Марка Захарова. И однажды я тогда еще преподавал, и я пришел к студентам, и начал что-то такое, какую-то… Помните, вот в «Обыкновенном чуде» есть эпизод, они так на меня смотрят. Я говорю, ну вы фильм-то видели? Тишина. Я говорю, поднимите руки, кто видел. И так неуверенно как-то поднялась одна рука. И я понял, что уже никто не видел «Обыкновенное чудо». И, конечно, уже никто не знает, что его написал Евгений Шварц. И не надо уже дальше там застрять. То есть не надо ничего спрашивать про дракона или про рассказку о потерянном времени. Все это будет бессмысленно. Но, тем не менее, этот прекрасный писатель жил на свете, и нам есть что рассказать о нем. Конечно, лучше бы спросить у Валерия Бондаренко, почему он обратился именно к Серебряному веку. Но пока его нет в нашей студии, спрошу вас, чем актуален сегодня Серебряный век для нас всех? Вы знаете, Серебряный век — это сокровищница, можно так сказать, сокровищности, истинности и вот именно целостности, поиска смыслов различных. Потому что нам сейчас в современном мире очень не хватает того, чтобы мы на какое-то мгновение приостановились. А вот мастерская Валерия Бондаренко, помимо того, что он очень артистичный, очень такой харизматичный лектор, можно так сказать. Это театр одного актера у нас получается. Недаром, что он получил золотую маску, если я не ошибаюсь, в ноябре 2019 года в Питере на фестивале. Это каждая его лекция. Это не лекция, это мини-спектакль. И у него герои, казалось бы, писатели, авторы сами, они становятся персонажами. И он устраивает буквально встречи с этим персонажем. Это очень завораживающая атмосфера создается, очень глубокая. И побывать в ней — это большое-большое счастье. Ты как будто бы действительно встречаешься вот с тем Серебряным веком, с теми ценностями. И это проникает в самые сокровенные души и помогает немножко по-другому осмыслить современный мир и по-другому посмотреть на ту жизнь, на ту жизненную ситуацию, возможно, в которой мы находимся на данный момент времени. Вы сказали, что не хватает нам вот такой вдумчивости, остановки реальной. И вот сейчас у нас эта возможность появилась. Да, совершенно верно. В связи с последними такими обстоятельствами. Как можно это время использовать нам всем? И что может предложить библиотека? Чем можно воспользоваться? У вас есть сайт прекрасный. Какие там есть форматы, отделения, мастерские? Что вы предлагаете? Помимо того, что мы предлагаем, естественно, мастерскую Валерия Бондаренко, и, пользуясь случаем, я вас приглашаю на онлайн-лекцию, которая состоится 1 апреля. Это будет встреча с Андреем Платоновым и его сокровенными людьми. Это встреча онлайн тоже? Да, это будет встреча онлайн. Но встреча, я имею в виду, лекция Валерия Бондаренко. Это будет проходить онлайн. А встреча с Андреем Платоновым, это встреча именно та, созданная атмосферой с самим Валерием Бондаренко. Будет очень интересно. За анонсом следите в группе ВК в мастерской Валерия Бондаренко «Поиск серебряной целостности». И также следите на нашем сайте smips.ru. Еще одним из вариантов, из форматов таких подобных лекториев – это Литмеханика Леоднида Немцева. Она вас тоже приглашает. И ближайшая лекция состоится сегодня, в 18.30. Это будет встреча с Пушкиным, Александром Сергеевичем, нашим незабываемым, нашим неизменным русским поэтом и писателем в то же время. Несмотря на то, что он очень традиционен и очень классический поэт, все-таки он умудрялся свой консерватизм совместить с инновациями, которые происходили в его времена. И это будет встреча с романтизмом. Мы посмотрим, как Александр Сергеевич Пушкин приспосабливался в тех условиях, и знакомился, и вводил нас в эпоху романтизма. Лекция будет по повестям Белкина. Мы узнаем очень интересное и многое из этого цикла, который стоит, как мы знаем, из пяти произведений, и попробуем посмотреть на него с точки зрения критического романтизма. Литмеханика. Расшифруйте нам, пожалуйста, это название, потому что тут несколько смыслов. Внести в это название? Что это? Все очень просто. Литературная механика Леонида Немцева. Почему литературная механика? Если мы говорим о мастерской Валерии Бондаренко, это встреча с автором, как бы персонаж становится... То здесь разбирается произведение? Да, то здесь разбирается произведение. Наверное, наши постоянные зрители, читатели, наши гости... Да и давних пор посетители. Да, и посетители, совершенно верно, уже знакомы с некоторыми анонсами литературной механики Леонида Немцева, и вы можете вспомнить такие замечательные лекции, как визуализация произведения Осипа Мандрештама. Это замечательная совершенно лекция была, и мы поняли, что у него была лекция посвящена Бессонница, Гомер, Туги, Паруса, стихотворение. Это по первой строчке разбирали. Чем замечательна эта лекция? Тем, что помогает познакомиться с методом визуализации. Мы, когда обычно читаем какой-то текст, мы его просто читаем. Ну, возможно, какие-то картины представляются, рисуются какие-то вариации, но мы никогда не визуализируем с точки зрения самого писателя, самого автора. Не встаем на его место. Вот именно встать на место писателя, автора. Вот Леонид Владимирович нам помогает такие вот методы, такие подходы, он знакомит с этим. Эти лекции будут очень интересны школьникам, ну и также студентам, конечно же. Да, я думаю, даже взрослый человек, новая методика восприятия текста. Совершенно верно. Но это с точки зрения как бы самосовершенствования, самообразования, можно сказать. И вот читая и слушая вот это вот стихотворение «Бессонница, Гомер, Туги и Паруса», мы понимаем, что чтобы его окончательно понять, чтобы проникнуть в самые-самые его смыслы, недостаточно просто прочитать это произведение. Нужно знать мифы Древней Греции, нужно быть знакомым с ними. Почему «Бессонница», почему друг Гомер, откуда Туги и Паруса? Это все вопросы, которые ты задаешь себе, прочитав это стихотворение. Дальше идет просто текст и визуализация того, что происходит с самим автором. Я не буду раскрывать всех, так скажем, тайн, потому что интересны очень последние вот отсылы. Посмотрите, это видео лекции есть у нас в группе ВК, летмеханика Леонида Немцова. И если вы посмотрите, то дойдите до конца, пожалуйста, дотерпите, если даже вам захочется на какой-то момент прерваться. Потому что в конце вы получите изумительную визуализацию, изумительную картинку. И она прям вас вдохновит на дальнейшее прочтение. И если мы говорим, тоже продолжая летмеханику Леонида Немцова, то можно еще сказать про его лекцию, которая называется «Бунин. Легкое дыхание. Как прочитать и не потеряв ангела». Как прочитать можно «Легкое дыхание» Бунина? Казалось бы, короткие рассказы, все известно, все прям вот здесь разложено по полочкам. Но специфика этого рассказа в том, что он имеет глубокие смыслы. Нужно посмотреть, опять же, встать на позицию автора и подумать, а почему это вот здесь стоит именно вот сейчас? А почему это написано именно письмо здесь? И почему передано именно на железнодорожном вокзале? И так далее. Там очень много тонких нюансов. И вы разгадаете этот детектив обязательно и узнаете, как не потерять ангела. Это способ визуализировать. Есть еще… Мы читаем книги не только вот в книжном исполнении, в бумажном, так скажем, но еще и в аудиоформатах. Скажите, пожалуйста, в чем разница в восприятии, когда человек больше трудится, когда вот у него мышление больше работает и всякие органы восприятия, когда он слушает или читает, и что задействовано, и что полезнее может быть и приятнее. Вот на ваш взгляд. У вас же психологическое образование, с точки зрения психолога даже, если разобрать. Ну, с точки зрения психолога, тут, наверное, каждому свой метод как бы индивидуальный, тут индивидуальный подход. Это зависит от того, там, визуал или аудиоау, это совершенно верно. Но все-таки классическое чтение обычной бумажной книги, доброй, старой, хорошей, классической такой, это, наверное, все-таки лучше. Лучше. И полезнее, наверное. И полезнее, да, совершенно верно. Потому что, когда мы читаем, помимо того, что у нас работает глаз, он как бы перебегает, движется со строчки на строчку, в то же время тактильное ощущение, да, совершенно верно. Но это можно сказать и об электронной книге тоже, что как бы... Ну, там другие. Там другие ощущения, да, но я имею в виду, что когда читаешь даже в электронном варианте, все равно мозг работает по-другому, нежели он только слушает. Мы когда слушаем, глаз видит другое, а здесь он видит текст, он видит буквы. И может понять, что скрывается за этими буквами, он может погрузиться. То есть вы рекомендуете все-таки традиционную форму чтения через наши привычные книги? Да, через наши привычные книги, совершенно верно. Но, учитывая реальность, что не все могут прийти к нам в библиотеку и взять, так скажем, бумажные книги классические на руки, мы предлагаем такую вот альтернативу этого, что зачитываем небольшие отрывки из рассказов мы вам сами. Вы смотрите эти видеоролики, задаете какие-то вопросы, у нас открывается обсуждение. Это библиотекари зачитывают? Библиотекари зачитывают, да. Потом они устраивают короткое обсуждение с читателями, отвечают на их вопросы, слушают какие-то комментарии, отзывы, пожелания. За всеми анонсами этих вот таких литературных прочтений, как детской, так и современной взрослой литературы, следите на нашем сайте smips.ru и в группах ВК, в группах ВК, ВКонтакте, которые есть у каждой библиотеки. Вы лично тоже участвовали в конкурсе чтецов и читали стихотворение Маяковского. Да. Скажите, почему вам интересна такая форма деятельности? Что вас привлекает? И вот тот конкурс, чем он для вас закончился, когда вы Маяковский? Просто обычным участием. Просто обычным участием. Чем привлекает? Наверное, посмотреть на себя еще со стороны и понять, как попробовать новые формы. Это всегда очень интересно. А как ты будешь здесь выглядеть? А как ты будешь в этом плане выглядеть? Что тебе ближе? Экспериментировать любите, да? Да, люблю экспериментировать и всем рекомендую, потому что это попытка самопознания и в то же время развития. Есть проект «Голоса пьес» в вашей же библиотеке, вернее, в системе библиотек. О чем он? Вот несколько слов. Это тоже читка определенная, да? У вас уже были как бы гости, да? Да, да, да. Ну, просто напомнить, потому что назывались конкретные даты, 6 мая, да, что будут вот горожане читать стихи. Вот в связи с нашей, опять же, обстановкой, что-то будет как-то меняться, переноситься? Или сейчас вы все-таки принимаете вот эти прочтения? «Голоса пьес» продолжают работать, они тоже переходят в онлайн-форматы. И вчера, 23 марта, у нас была такая онлайн-читка «Голосов пьес». Она проходила, как бы сейчас современная форма такая, на квартирнике. Вы можете посмотреть это на сайте самой группы «Голоса пьес». И в то же время на сайте у нас smips.ru анонс этого. Какое произведение читали, я вам раскрывать не буду, потому что в этом сама изюминка. Все остается точно так же. Но могу сказать, что дух и атмосфера остались. Несмотря на то, что это онлайн, это еще плюс подключение новых переживаний, с которыми вы можете поделиться с режиссером. Им будет очень приятно услышать ваши комментарии. И в то же время это новый, опять же, опыт, это опять же эксперимент. Но он прошел хорошо. Сидят дома сегодня не только взрослые, и не столько даже взрослые, сколько дети и подростки. И чтобы их занять, какие есть предложения. Потому что я знаю, что вы даже компьютерными играми занимаетесь. Да, совершенно верно. И на это мы тоже пришли. Любимый сайт библиотеки нашей Самарской муниципально-информационно-библиотечной системы. Ну, адрес я уже несколько раз повторяла. Кроме того, он выходит у нас на экране, поэтому. И там вы можете найти ряд компьютерных игр. Не только литературных, но и литературных тоже, а также кроеведение и еще космические пазлы. Игры посвящены таким тематикам, как литературные классики. Там собрана вся классическая литература, буквально от Пушкина до Чехова. Все игры, они построены в три этапа, три уровня сложности. Так скажем, это ученик, средний уровень и уже ученый. Вы можете попробовать себя на различных уровнях. Как правило, игры адресованы широкой аудиторией. То есть может играть и школьник, может быть, найдет что-то интересное для себя и взрослый человек. Есть у нас игры также по Райнеру Марии Рильке. Есть у нас игры по Пастернаку. Сейчас вот анонсирую буквально свеженькой, горяченькой. Игра выходит, скоро выйдет, наверное, к концу апреля, так скажем. Это по Тарковскому, по Михаилу Александровичу, по его творчеству. Игра будет чем интересной? Тем, что она будет снабжена его авторскими иллюстрациями. Он поделился ими из личного архива. Ну и плюс, конечно же, она будет по его произведениям. То есть частичку Михаила Тарковского мы ощутим. Как создаются эти игры? У вас такой комплект уже игр. Кто их создает? Их создает библиотекарь, и программист нам помогает. Как бы его основа – это оформление техническое, а содержание – это библиотекарь. Какие уникальные возможности есть сегодня, чтобы стать обладателем и читателем какой-то книги такой, ну, которая только в определенных фондах есть? Например, в фонде президентской библиотеки или что-то. Какие у вас есть, опять же, возможности предоставить вот такое издание в электронном виде? В этом вам поможет электронная библиотека, которая тоже есть у нас на сайте. Вы можете с ними познакомиться. Это, как уже сказали, президентская библиотека, национальная электронная библиотека и национальная электронная детская библиотека. А также ЛитРЭС, конечно же, наш неизменный помощник. А как вот можно, как библиотека, она в качестве посредника выступает, да? И что, вот как механизм какой? Вот, допустим, я хочу зайти на ЛитРЭС или куда-то там в президентскую библиотеку, но не могу туда попасть, и ничего у меня не получается. Что делать вот об этом? Звонок в библиотеку, запрос у библиотекаря, как можно попасть на ЛитРЭС, допустим, как можно записаться. Если вы являетесь нашим читателем, то у вас никаких проблем нет, вы автоматически становитесь обладателем билета на ЛитРЭС. Ну, там книги даются только на 10 дней, ограниченный срок, но подкупает то, что там богатство фонда современной литературы. И это будет бесплатно, получается, да? Потому что на том же ЛитРЭС предлагается все время оплата, да? Да, совершенно верно, это бесплатно. Вы получаете полноценную книгу, скачиваете ее на свой ресурс электронный гаджет и читаете, наслаждаетесь чтением. Так, и еще один проект «Талантливый читатель». Тоже вот интересно, в чем его суть? И кто такой вообще талантливый читатель? В чем этот талант выражается? Это попытка предоставить возможность раскрыться творчески нашим читателям. Это может быть и костюмированное что-то, это может быть рисунок. Все правила и положения у нас есть также на сайте. Почему этот конкурс «Талантливый читатель» сегодня получил такое название «Кубуче», которое называется «Куприн, Бунин, Чехов. Наши юбиляры этого года, 2020-го». «Талантливый читатель» в этом году вышел на международный уровень, и поэтому мы принимаем заявки не только по России, но и по всему миру. Вот из этих трех авторов, Куприн, Бунин, Чехов, кто ваш, вот кому вы приоритет в качестве читателя отдаете лично? В качестве читателя? Ну это, наверное, немножко неэтично будет с моей стороны, как библиотекаря отдавать кому-то. Вот ближе к этой книге, вот какую вы первую возьмете вот из этих авторов? После лекции Леонида Владимировича я отдаю предпочтение Бунину, хотя до этого мое сердце, конечно, Чехову. Да, конечно же, Чехову. Еще бы хотелось рассказать о таком уникальном проекте, который называется «Общество Рильки». Сейчас в этих условиях наших современных будет особо актуально то, что, во-первых, у нас проходит год Австрии в России, это литература и театра Австрии и России. Мы заключили договор, нам очень хорошо помогает с информационной стороны, и в то же время это идет полное сопровождение нашим австрийским культурным форумам. Мы благодарим его за поддержку, за такое участие и сотрудничество. И предлагаем вашему вниманию завтра, 25 марта, уникальную лекцию Николая Тимофеевича Рымаря, которая называется «Подступ к гдуинским элегиям». Великое произведение Райнера Марии Рильки наравне, наверное, с сонетами Корфею вы можете посмотреть. А также, как я уже начала говорить, учитывая нашу специфику, мы еще объявили международный онлайн-конкурс, который называется «Читаем, понимаем, переводим Райнера Марии Рильки». Конкурс этот стартовал еще 1 марта, продлится прием работ до 1 октября. Пожалуйста, вступайте в нашу группу, так и называется «Читаем, понимаем, переводим Райнера Марии Рильки». И участвуйте в конкурсе. Там есть и положение, и анкеты, которые можно заполнить в качестве заявки. Высылайте на наш электронный адрес rilke-concursobaka-yandex.ru и участвуйте. Спасибо. У вас даже названия очень креативные, что касается конкурсов. И вот буквально прочитала еще один цикл, проходит «Читатель в лабиринте». В какой лабиринт попадает читатель и что имеется в виду? Цикл визуальных рецензий, он очень интересный опыт, потому что помогает, не прочитая книгу, ту книгу, которую, допустим, вы ни за что бы не взяли с полки в магазине и прошли бы мимо просто, он помогает познакомиться с ее содержанием. И вы уже можете для себя определить, захотите вы его почитать, как бы, эту книгу или нет. Цикл визуальных рецензий у нас занимаются библиотекари, филологи и культурологи. Они прочитывают определенные книги. Ну, вот у нас есть, допустим, на Евгении Водолазкина ряд циклов визуальных рецензий, есть на грани на Даниила, потому что в прошлом году был его юбилей. И, ну, сейчас он тоже актуален, потому что Великая Отечественная война. Как мы знаем, он соавтор блокадной книги. И это тоже будет очень актуально и интересно посмотреть. С этим циклом вы можете познакомиться на нашей группе СМИПС, которая называется группа ВК, ну, а также на нашем сайте. Если говорить еще о новинках, какой бы вы могли порекомендовать? В принципе, сейчас вот на это время ознакомиться с кем? Может быть, или книга, или автор? Еще бы вам рассказала об одном интересном проекте. Наверное, не все наши читатели знают о нем, о его существовании. Просто не успели еще познакомиться. Он не так широко представлен. Это проект Михаила Тарковского. И вот сегодня я бы вам хотела порекомендовать познакомиться поближе с этим автором, очень самобытным, очень интересным, и который тоже помогает понять и постичь русскую душу. Вот именно проникает в русскую душу и передает ту самобытность. Казалось бы, да, попадаешь как будто в параллельный мир. Дело в том, что когда читаешь его произведения, ты читаешь современные произведения, ты находишься в этом мире. Он описывает современную ситуацию, но дело происходит в Сибири. Это сразу же параллельная реальность. Казалось бы, обычный быт описывает все очень удивительно и обыденно, но настолько реально. И вот эта реальность способствует тому, что ты так же останавливаешься от этой всей суеты, погружаешься в него и понимаешь, что русский человек звучит гордо. И вот его уникальное произведение, с которым я впервые, как бы Тарковский открылся для меня с этого произведения, называется «Фарт. Рождественская повесть». Ну, это достаточно молодой автор получается, да? Ну, как он же средних лет. Михаил Александрович Тарковский, он преемник династии Тарковских. Поэтому вы откройте, пожалуйста, для себя этого автора. Его знаменитые книги «Замороженное время», «Поход», «Не в своей шкуре». У него очень много достаточно произведений. И недавно совершенно выпустил детскую книжку, которая называется «Катя и Саша». Это замечательная книга, которая имеет такую притчевую окраску. Книга написана... Что мы любим, как раз русские, вот эти все сказочные такие. Да, в стихотворной форме. Очень легко читается. Мой шестилетний ребенок прочитал ее с удовольствием, послушал и сказал, что ему эта книга очень запала душу. И, конечно же, если мы говорим о творчестве вообще Михаила Тарковского, то, вы знаете, это современный классик. Я вот осмелюсь так сказать, потому что... Еще можно, конечно, выделить в этом ряду Евгения Водолазкина, но это разные жанры. Да, потому что Михаил Тарковский, он ближе к природе, он ближе к нашему русскому духу. А Водолазкин ближе к Сорокину? Нет? Не совсем, нет, нельзя так сказать. Так не соглашусь с этим. Действительно, что Михаил Александрович передает ту нашу интеллигентность, ту нашу русскость. И если вот даже воспользоваться, так скажем, его слоганом, то его вот этими вот всеми переживаниями, цитатами, то он ловит именно с мякоть. Вот есть такое у него выражение. То есть он не только манит читателя, подзывает к себе и как бы потом отодвигает в сторону, уходит и говорит, что дальше додумывай сам, а буквально сопровождает его. И вы можете, прочитав его произведение, окунуться во все это, почувствовать дух Сибири, почувствовать дух тайги, понять вот именно истину и свои истоки родной земли. Ну, домашние задания вы нам уже все познакомились с такими вот интересными новинками и вообще с возможностями, которые предоставляют сегодня в данный момент библиотеки города. Спасибо вам за эту важную, интересную и полезную информацию. Всего хорошего. Оставайтесь с нами, будьте с нами онлайн. Мы с вами, мы работаем для вас. Спасибо. Ну, а мы увидимся в эфире телекомпании «Самаргиз». До свидания.